Новости Москва-Баку. Здравствуйте. С этим несправедливым и предвзятым отношением. И в настоящее время официальный Баку рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЭ, но и из Совета Европы в целом. Также Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Напомним, вчера делегация Азербайджана озвучила свое решение прекратить сотрудничество с Ассамблеей и покинула сессию в Страсбурге. В знак протеста против двойных стандартов в отношении страны. Глава азербайджанской делегации Самет Сиидов заявил, что никогда еще в истории ПАСЭ эта организация не вела себя столь позорным образом. Сиидов отметил, что Азербайджан, вступив в 2001 году в Совет Европы, все эти годы тщетно рассчитывал, что эта организация, призванная защищать права человека и верховенства закона, поможет Баку восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенные в результате военной агрессии, оккупации Армении и части ее международно признанных территорий. Однако за 19 лет ПАСЭ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЭ. Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЭ как часть этой порочной кампании. Перед лицом сложившейся в структуре невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии, делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЭ до дальнейшего уведомления. Надо отметить, что стартовавшая на днях новая сессия ПАСЭ сразу же ознаменовалась скандальными шагами в отношении Азербайджана. Так, 22 января на официальном сайте структуры появилось сообщение, что ПАСЭ 24 января рассмотрит вопрос об оспаривании полномочий азербайджанской делегации, цитирую, «на серьезных основаниях, связанных с невыполнением обязательств, а также отсутствием сотрудничества». Как ранее заявил представитель азербайджанской делегации, в ПАСЭ это пояснили тем, что структуру якобы не устроило, что ее представители не пригласили на выборы президента. Однако причиной агрессивной политики парламентской ассамблеи в отношении Баку, заявил член делегации, стремление оказать давление на Азербайджан. Напомним, в октябре прошлого года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе», осуждающую антитеррористические мероприятия Азербайджана, проведенные им 19 и 20 сентября. Запад пытается занять место России в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, заманивая Баку и Ереван в Брюссель, Париж и Вашингтон, называя при этом роль России в этом процессе неправильной. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбез ООН. Российский министр подчеркнул, что личное вмешательство президента России Владимира Путина сыграло ключевую роль в остановке военных действий в ноябре 2020 года, а также в согласовании нескольких трехсторонних документов между Россией, Азербайджаном и Арменией. Лично президент Путин сыграл решающую роль в том, как удалось остановить войну в ноябре 2020 года и в том, как согласовали несколько трехсторонних документов на высшем уровне армяно-азербайджана-российских, в которых определены ключевые параметры урегулирования, в том числе вопросы делимитации границ, разблокирования торговых и транспортных маршрутов и подписания мирного договора. Созданы соответствующие структуры на уровне вице-премьера в трех стран, которые занимаются экономической стороной вопроса. В последнее время мы видим, как уже после достижения всех этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что России удается достигать прогресс на этом направлении. И они стали заманивать армяно-азербайджанцев то в Брюссель, то в Париж, то в Вашингтон, то в Прагу. При этом глава российского МИД напомнил, что именно в Праге в 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал документ, в котором сказано, что он признает территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года. И, как отметил Лавров, для российской стороны это стало сюрпризом, потому что до этого обсуждались разные варианты окончательного решения проблемы статуса Карабаха. Говоря о российских миротворцах в Карабахе, Сергей Лавров подчеркнул, что этот вопрос больше не касается армянской стороны, а является вопросом двусторонних отношений Москвы и Баку. У нас там действительно остаются миротворцы, даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. И вопрос этот уже не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Президенты эту тему обсуждали, они сошлись во мнении, что на данном этапе присутствие российских миротворцев играет позитивную роль для того, чтобы укреплять стабильность, укреплять доверие в регионе и содействовать возвращению тех жителей Карабаха, которые захотят это сделать. Напомним, что согласно договоренностям глав России, Азербайджан и Армении, осенью 2020 года в Карабахе был развернут российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Это единственное в вооруженных силах России соединение голубых касок. В ноябре 2023 года Минобороны России сообщило о завершении ротации состава российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, а также отправке вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта. Также сообщало, что всего с 19 сентября 2023 года свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента в Карабахе. Правительство Армении дало положительное заключение по соглашению о статусе мониторинговой миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе и направило его на ратификацию в парламент. Постановление об этом было принято на заседании Кабинета министров Армении в четверг. Соглашение было подписано 20 ноября 2023 года заместителем министра иностранных дел Армении Паруэром Аванесяном и главой депмиссии Евросоюза в Армении Василий Саммарагасом. В документе оговариваются все технические вопросы работы миссии наблюдателей, связанные в том числе с их проживанием и медицинским обслуживанием. Для членов миссии данные вопросы будут решаться примерно так же, как для зарубежных дипломатов. Тогда же в ноябре прошлого года стало известно, что Европейский Союз решил расширить свою так называемую миссию в Армении. Кроме того, в ноябре на территории Армении открылся шестой пункт базирования наблюдателей Евросоюза. Также к миссии присоединилась Канада, не входящая в состав Евросоюза. В конце 2023 года Совет Евросоюза принял решение расширить свою гражданскую миссию в Армении на 50%, увеличив число наблюдателей со 138 до 209 человек. А в январе этого года он определил ее финансовые расходы до 2025 года, которые составят около 40 миллионов евро. Стоит отметить, что расширенная гражданская наблюдательная миссия Евросоюза была размещена без согласия Азербайджана. При этом от предложения УДКБ разместить свою миссию на границе Ереван отказался. Официальные Москва и Баку неоднократно подчеркивали, что европейская миссия носит далеко не гражданский характер, а участвуют в ней военные представители спецслужб, которые занимаются сбором информации. Продлен срок ареста в отношении занимавшего должность так называемого государственного министра сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна. Согласно решению Сабаильского районного суда города Баку, срок содержания Варданяна под стражей продлен еще на 4 месяца. Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего так называемого государственного министра сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна. Срок ареста продлен еще на 4 месяца. Стоит отметить, что Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку, Варданян попытался пересечь границу и скрыться на территории Армении. 27 сентября 2023 года он был задержан азербайджанскими силовиками на пограничной пропускном пункте Лачин при попытке выезда в Армению. Тогда же Варданян заявил, что сам принял решение сдаться властям Азербайджана. Ранее президент России Владимир Путин, говоря о судьбе Рубена Варданяна, заявил, что он сам отказался от российского гражданства. Но при этом президент твердо уверен, что азербайджанская сторона обеспечит и безопасность, и права армянского населения Нагорного Карабаха. Этот вопрос российский лидер неоднократно обсуждал в телефонных переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Напомним, в Азербайджане Варданяну предъявлены обвинения по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пресечении границы. Ему грозит до 14 лет лишения свободы. Кроме Варданяна, служба госбезопасности Азербайджана в октябре прошлого года задержала также бывших президентов-сепаратистов в Карабахе, Бакоса Океана и Аркадия Гукасяна. Вместе с ними под стражей оказался и экс-председатель парламента сепаратистского режима Давид Ишханян. Служба безопасности установила, что эти люди принимали участие в организации формирования вооруженных банд на территории Азербайджана, регулярно обеспечивая их боеприпасами. Также они организовывали нападения, повлекшие гибель людей, и участвовали в финансировании терроризма. Срок их ареста также был сегодня продлен еще на 4 месяца. Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана поделилась в соцсети редкими видеокадрами джейранов, разновидность газели из Ширванского национального парка. Как отмечается, Ширванский национальный парк является главным местом обитания джейранов в стране. Эти животные являются жемчужинами Муганской равнины. В ходе последнего процесса подсчета, проведенного осенью 2023 года, по всей стране было зарегистрировано 7889 джейранов, а в Ширванском национальном парке 6732 джейрана. А на этом у меня все еще больше информации на портале москва-баку.ру и в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok